Согласно теории, рекламная цивилизация берет свое начало с тех времен, когда по планете ходили мамонты и дирексы. В один прекрасный день, в вечно зеленом мире гениального креатива и безупречного арт-дирекшена, появился он. Клиент. Первобытный, обыкновенный. И с этого все началось. Спрос на рекламу начал рождать предложения. Как грибы после дождя стали возникать эффективные каналы, новые технологии, подрядчики, партнеры. Море обещаний с серьезным выражением лица. Выполнение KPI любой сложности, освоение бюджетов любой крупности, самых высоких показателей ROI. Покупай, клиент, покупай. Дальше по классике. Пичинги, митинги, брифинги, консервные ночные звонки и бесконечные имейлы с правками. Договора, предоплаты, прозрачные тендеры. Мечты, мечты. Рыцари горячих оферов и холодных продаж готовы биться за сердце самых привлекательных, состоятельных клиентов. С тех пор, не прекращаясь, идет этот бой. Из века в век, из года в год, изо дня в день. Одно не меняется. Сроки. Никаких больше вечеринок. И тут главное взять себя в руки. Никакой прокрастинации и торможения. Фокус на главном. Создание новых идей, теорий, сервисов, технологий и предложений. И все это мы делаем. Чтобы поймать в своей сети главного героя, потребителя, клиента, партнера, подрядчика, эта гонка никогда не остановится. И это прекрасно. Добро пожаловать в рекламный город лучших теорий и идей. Adindex City Conference 2021. Итак, мы начинаем. Всем добрый день. Мы рады приветствовать вас на нашей секции, которая посвящена, наверное, самому важному, что есть в рекламе и маркетинге, то есть потребителю. У нас будет много самых разноплановых докладов, но можно, наверное, отметить красную нить. Ключевые слова, которые через все эти презентации будут проходить, это понимание потребителя. И мы будем стараться проанализировать нашего замечательного потребителя в самых разных аспектах. Рассматривая тренды, рассматривая новые решения, новые инструменты, изменения, безусловно, которые произошли на долгосрочной основе в результате всем известных событий прошлого года. Но, безусловно, не стоит забывать, что все это многообразие, инструментария, подходов, решений, которые на рынке существуют и щедро предлагаются участниками, это все не заменяет, конечно же, экспертизы специалистов, рекламных агентств, специалистов со стороны рекламодателя. Это тоже очень важный момент, который также будет отмечен в наших презентациях. Так что будет интересно и, смею, надеется, полезно. Меня зовут Евгений Балдин, я занимаюсь разработкой стратегии и исследований в группе «Меди Инстинкт». Позвольте представлю вам наших спикеров в порядке их выступлений. Александр Сероватский, директор по стратегии развития «Меди Инстинкт Групп». Елена Быковская, директор по маркетинговой аналитике «Меди Инстинкт Групп». Наталья Репетта, директор по стратегическому планированию «Меди Инстинкт Групп». Елена Вымаркова, директор по стратегическому планированию в цифровых СМИ «Меди Инстинкт Групп». И Степан Амустяков, директор по рекламной коммерции «Озон». Предлагаем вам задавать вопросы после презентации, с тем, чтобы сохранять такой вот флоу, поток и старитейлинг, не побоюсь этого слова. На ваш вопрос мы с радостью ответим после окончания всех докладов. И сейчас передаю слово первому спикеру, Александру. Он расскажет все или почти все о поколении Z и о том, как с ним работать. Спасибо. Итак, начнем. Постараемся побыстрее. В принципе, про омоложение аудитории – это не новая тема, но мы часто с этим сталкиваемся, с такими задачами. Но мы видим, что не все до конца понимают, зачем это нужно. Особенно в контексте того, что поколение Z – это те люди, которым от 10 до 22-25 лет, они не имеют доходов. 90% из них – не активные потребители. Но если мы копнем глубже, мы понимаем, что сегодня он студент, а завтра он получает первую зарплату. И скачок от нулевого дохода к значимому происходит одномоментно. И при этом люди, которые начинают получать деньги, они уже имеют какие-то установки. И, конечно, для многих брендов это важно, важно уже быть в сознании таких людей. Ну и второй, еще более важный момент – даже когда они не получают доход, у них много времени. А значит, они могут на что-то его тратить. Если посмотреть на различные категории, то поколение Z – оно лидеры мнений, ну если не в большинстве, то в очень многих значимых категориях. Они влияют на мнение 80% активных потребителей. И это как раз является очень важным элементом. Это то, почему стоит работать с этим поколением уже сегодня. Собственно, раз с ними стоит работать, то нужно понять как, а чтобы понять как, нужно как. Чтобы поймать преступника, нужно мыслить как преступник. Собственно, вопрос, что с ними делать. И мы должны понимать, что они очень другие. У них другие герои. Те герои, которые устраивают нас, не устраивают их. Они любят другие вещи. И то, что им нравится, более взрослых людей повергает в лучшем случае в смятение, а в большинстве случаев в шок. Но мы должны научиться с ними работать. И нам может показаться, что между нами не такая уж большая пропасть, там 10-15 лет, и типа разберемся. Ну что там, с пенсионерами разобрались, с молодыми мамами разобрались. Мы поколение Z разберемся, что им там нужно. Но давайте проведем небольшой тест, насколько реально это сделать. Вот вы видите слова, которые активно есть в соцсетях. Попробуй. Я уверен, что большинство даже на 10-20% этих слов не знает. Для меня тоже шок. Я только биндж-мотчинг вычел. Господи, я даже не запомнил, как оно произносится. Это запойное смотрение сериалов. Они понимают эти слова, мы их не понимаем. Какова вероятность того, что мы придумаем для них правильное сообщение и правильную медиастратегию? Ну, естественно, она невысока, если мы даже не знаем их сленг. И, конечно же, нужно принимать особые усилия, чтобы работать с этой аудиторией. Ну, вполне очевидно, что они ориентируются на блогеров гораздо больше, чем более взрослые поколения. И блогеры и лидеры мнения оказывают большое влияние. Это не новость. Но хочу привести кейс, который, на мой взгляд, отражает в себе и классный подход, и значимые популярные ошибки. Я с него очень прусь, он действительно очень классный. Это кейс Альфа-банков с Моргенштерном, где они ставили конкретную оцифровую задачу на бизнес, и она выполнялась. Но, более того, выполнялись бренд-атрибуты. То есть, среди молодежи Моргенштерн, как селеб Альфа-банка, стал узнаваемым. То есть, задача была выполнена. Но проблема в том, что коммуникация с ним была релевантна для этого поколения. Но для других она не очень. И нельзя выходить из этого информационного вакуума. Но были публикации в профессиональных сообществах, которые разрушили этот информационный вакуум. И этот креатив увидели те, кто не должны были его видеть. Включая ФАС, который начал это как-то наказывать. И бренд оказался в жесткой ситуации, когда все по маркетингу сделано, ну, в моем понимании, на пять. На пять с плюсом. Но вот этот момент разрушил цепочку. И дальше бренду уже пришлось в какой-то момент оправдываться. А вот эта вот молодежь, трушное поколение, оно не любит. Она любит, чтобы бренды были четкие до конца. И это уже немножко сбило всю историю. Хотя кейс постановки задачи в реализации крутой. Это co-creative, когда селебу дали возможность работать с молодежью на их языке в их информационном поле. И это круто, это нужна серьезная смелость. И бренд, ну, в моем понимании, все равно молодцы, несмотря на то, что где-то в конце что-то пошло не так. Собственно, есть такое понятие информационный вакуум. И соцсети, в отличие от охватных меди, его дают. Более того, если вы знаете, как устроены алгоритмы соцсетей, чем больше я лайкаю котиков, тем больше я вижу котиков. Соответственно, все соцсети устроены по этому принципу. Они замыкают людей в каком-то пространстве, и там информация циркулирует. Собственно, если говорить про моменты, важно понимать, что социальные сети – это не единственный элемент. Все почему-то говорят, молодежь в соцсетях. Ну, давайте все-таки пошире мыслить. Они играют, они на маркетплейсах отзывы оставляют, у них дофига времени это делать. Есть еще лидеры мнений, которые на всем это там влияют. И если по порядку пойти, начать с маркетплейсов, 68% людей используют маркетплейсы, чтобы на них изучать непосредственно отзывы. Не в соцсетях, а уже на самих территориях маркетплейсов. А кто пишет эти отзывы, конечно же, молодежь, потому что у них дофига времени и желания писать. И это очень важно. Очень важно эту территорию сейчас воспринимать не как точку продаж, а как инструмент влияния на конечный выбор. Тоже про гейминг. Очень важный момент. Молодежь любит играть в игры. Ну, блин, это очевидно. И понятно, что они в игры любят играть больше, чем в телевизор. 26% против 10%. Но я хочу обратить внимание, как бы вы сами и мы сами активно играем в игры. Отдаем ли мы отчет, что нет такого медиа-игра. Это куча, десятки игр, и аудитория рассеяна по всем из них. То есть нужно найти не просто территорию гейминга, а правильную охватную игру. А в идеале, чтобы она выходила за этот периметр. Здесь, мне кажется, очень классный кейс. Это Майнкрафт. Если в курсе, то это огромное количество людей, 600 миллионов человек. И у них 200 миллиардов просмотров на YouTube. И это в разы опережает все другие игры. То есть игра выходит за территорию собственной игры. Классный кейс СТС, который привлекал аудиторию на территории Майнкрафта. И сделал много подписчиков на YouTube. То есть мне очень понравился этот кейс тем, что использовались различные территории. Если говорить, собственно, про соцсети, тоже важный момент. Давайте, какую соцсеть идти? Вот этот вопрос априори неверен. Нужно искать формат. Какой формат у нас есть? Видео, текстовый, аудио. И не нужно там, где там больше взрослых или молодых. Нужно искать тональность. То есть важен не соцдем. Сейчас в ТикТоке там уже есть и 55-летние. Там приемлемо определенная тональность. А тем более в условиях возможности таргетирования. Какой соцдем вообще – бредовый вопрос. И если говорить про форматы, клабхаус – это здорово. Да какая разница? Если формат прикольный, все соцсети за три месяца его скопируют. Не нужно искать пробегрессивную соцсеть. Нужно искать формат коммуникации, видео, аудио или текстовый, который у вас получается. И его продвигать. И он сам себя начнет продвигать. А искать конкретную соцсеть смысла не имеет. И, собственно, это приводит на смысл, что контент first. Мы должны придумать, как мы можем что-то донести молодой аудитории. А где это появится само собой. Поэтому контент будет здесь приоритетным. Он и раньше-то как бы котировался. А для молодежи это еще более важно. И, конечно, на стыке всего этого лидеры мнения. И здесь тоже хочу важный момент добавить. Кого выбирать? Селебов с миллионными подписчиками или микроблогеров? По стоимости контакта это легко проверить, оцифровать. Селебы с миллионными подписчиками, они дешевле. И выбор вроде как бы нужно брать самого большого. Но объективно вовлеченность выше именно у маленьких блогеров. То есть если вы посмотрите количество лайков даже у себя и процент от своих подписчиков, вы в этом убедитесь. Микроблогеры дороже по стоимости контакта, но в разы, во многие разы эффективнее по вовлеченности. Поэтому это недооцененный потенциал, с которым еще не до конца научились работать. Очень важно уметь это измерять. То есть у любой проекта по работе с молодежью должны быть бизнес-цели, как кейсы с Моргенштерном или там вот с другими. Или коммуникационные цели. Вот есть много сейчас кейсов с последних фестивалей, которые были оцифрованы. И публично оцифрованы. У нас также был опыт работы с ВТБ, когда мы выбирали блогеров не на основе их подписчиков, а на основе доли обеспеченной аудитории. И это дало хорошие, позитивные результаты. То есть замеримость в этом пространстве, она по-прежнему важна. Это то, чего не хватает рынку. Ну и последний момент, который хочу обратить внимание. Когда мы говорим про соцсети, и тренды все как-то этим увлекаются и говорят, что забывают про классические медиа. Я хочу добавить последний момент про то, что нельзя увлекаться чрезмерно трендовыми вещами, забывая про классические медиа. К сожалению, я не нашел брендов, которые были бы там соцсеть only, да? Я уж молчу про digital only. Но тем не менее, мне показалась с научной точки зрения очень показательная картинка про то, что публиковали по результатам опросов. Есть бренды, которые TV first или мультимедиа, а есть бренды digital only. И результаты опросов разных, они отражают то, насколько потенциал можно достигнуть, сконцентрировавшись в одном медиа. То есть вывод, на мой взгляд, из этого следует – это медиамикс. Для того, чтобы получать максимальный эффект, нужно использовать все инструменты маркетинга. Но в каждом из них есть свои определенные правила, которые нужно правильно и грамотно использовать, но не пытаться замкнуться на чем-то одном. Собственно, это все. Тогда передам слово своим коллегам. Передаю слово Лене. Спасибо большое. Очень интересно. И продолжая тему трендов, может быть, на чуть более ситуативном уровне, Елена Быковская расскажет, что потребитель будет делать летом после сложного года и что нам делать в соответствии с этим. Добрый день, коллеги. Действительно, в каком-то смысле материал, подготовленный сегодня мной, он имеет более такой ситуативный, тактический смысл, но тем не менее отражает и долгосрочные тренды. И Александр нам ответил на вопрос, вот сейчас ситуация рецессии, в ситуации замедления потребления. Кто является дополнительным источником бизнеса, может являться? Я постараюсь ответить на вопрос, когда искать этот дополнительный источник бизнеса. Ну, если вкратце, то вот прямо сейчас. Собственно, мы знаем, как уже работать с этой неприятной птичкой темного цвета. Мы, собственно, весь предыдущий год работали в режиме такой ручной, очень оперативной аналитики, потому что ситуация менялась, если не с каждым кварталом, с каждым месяцем. Мы ушли от нормальности 2019 года к каким-то совершенно новым для нас ситуациям самоизоляции, когда потребитель полностью научился удовлетворять все свои потребности онлайн. И это потребитель не только молодой и столичный, но и региональный и вполне себе взрослый. Потом пришла вторая волна, мы уже давали рекомендации на фоне этого. И теперь новый вызов, да, собственно, лета 2021 года. Каким оно будет? Как изменился потребитель? Каким он подошел к этому рубежу? Ну, мы понимаем, что потребитель, конечно, глобально, он не стал богаче, не станет. И, в принципе, независимые эксперты и Минэкономразвития прогнозируют восстановление в течение ближайших двух-трех лет. Тем не менее, есть лазейка, есть нюанс. Лето – это такой короткий, уникальный период в постковидной реальности, когда мы действительно можем найти дополнительный источник бизнеса для наших клиентов. За счет чего? Ну, во-первых, есть постковидный потребитель. Он, как можем характеризовать его? Это отложенный спрос, соответственно, сэкономленные средства и усталость от этой экономии, усталость от стресса, вызванного нестабильностью, турбулентностью экономической. При этом есть лето как фактор, который влияет на этого потребителя. Это отпускное время, это, безусловно, такое традиционное желание отдохнуть, это отпускной период, и это период больших импульсивных трат. В принципе, статистика показывает, что летом импульсивные траты и продажи в импульсивных категориях увеличиваются. Соответственно, мы предлагаем посмотреть на рост спроса в товарах и услугах не первой необходимости и попытаться как-то это капитализировать для наших клиентов. В каком объеме можно это сделать? В каком объеме мы можем это капитализировать? Мы посчитали и примерно прикинули таким образом. У нас действительно есть почти 12 миллионов населения, потребителей, которые сэкономят на невозможности провести лето традиционно более 600 миллиардов рублей. И, собственно, сейчас расскажу вкратце, как мы это посчитали. Ну, во-первых, мы знаем, что 25% населения привыкли проводить лето, проводить отпускной период вне дачи и дома. Собственно, они столкнутся с такой дилеммой, как правильно потратить тот бюджет, который, собственно, они не могут потратить в отпуске. При этом 8% в среднем в нормальном 2019 году проводили отпуск за границей. Мы говорим про рецессию, говорим про сокращение потребительской активности. Тем не менее, Тинькофф дата предоставляет достаточно свежие данные. Это их прогноз на 2021 год. по опросу потребителей порядка 54 тысяч рублей готов потратить средний россиянин на летний отпуск. То есть это тот бюджет, которым располагают средние потребители. И мы понимаем, что это, в принципе, примерно равно средней заработной плате на 2021 год. Таким образом мы посчитали эту совокупность свободных денег, которые мы должны как-то капитализировать. Только вопрос в том, кто будет бенефициаром, какие категории, какие категории продуктов и услуг будут бенефициаром этой истории. Дальше мы посмотрим, собственно, на настроение, на настрой и инсайты потребителей и поймем, какие категории мы рекомендовали бы, каким категориям активизироваться этим летом. Ну, во-первых, мы понимаем, что есть три основных вектора для трат свободных денег в целом. Это рациональные траты, это инвестиции и это улучшение качества жизни прямо сейчас. Соответственно, нас интересуют в той или иной степени все три категории. Мы условно можем поделить потребителей на три сегмента. Это инвесторы, те, кто имеют отложенный спрос и действительно реальную возможность инвестировать в большие покупки. Это покупка квартиры или покупка машины или ремонт, например, в новом или старом жилье. Вторая категория – это цифровые. Это те, кто готовы инвестировать в качество потребления контента. Ну, тем более, что мы понимаем, что за пандемию вообще паттерн потребления видеоконтента, интернет-контента сильно изменился и требования, соответственно, к гаджетам также выросли. И третье направление – это гедонисты. Это те, которые, возможно, не имеют такой масштаб для инвестиций, но тем не менее они просто устали очень уже от ковидного стресса и хотят получать позитивные эмоции и совершать импульсные покупки. Соответственно, мы пройдемся сейчас по всем этим категориям. В первую категорию попадает, безусловно, недвижимость. Сейчас мы видели в конце, ну, во второй половине 20-го и в начале 21-го года достаточно серьезный такой бум недвижимости. Он обусловлен достаточно объективными факторами. Это долгий тренд на повышение средней стоимости жилья, это льготные условия и риск их прекращения и так далее. И мы понимаем, что это направление, оно будет также влиять на сопутствующие категории. Так, например, DIY-категория. Во-первых, это категория, которая первая оклемалась год назад, вот к лету 2020 года. По результатам же 2020 года, например, такой игрок Леруа Мерлен рапортует о росте продаж. Они вышли с плюсом. И основной причиной такого роста называют то, что они выиграли у одного из основных своих конкурентов отпуском. Ну, собственно, тот тезис, который мы сегодня доказываем. То же самое мы можем сказать и про категорию техники, электроники, когда люди задумываются о усовершенствовании своего старого или нового жилья, потому что мы понимаем, что домашний комфорт стал максимально важным за этот год. Еще одно направление таких инвестиционных покупок – это автомобили. Здесь, во-первых, фактор безопасности, безусловно, то есть тренд, такой большой тренд на отказ от автомобилей потерпел некий откат. Плюс мы видим, что, ну, в целом это может быть и инвестиции, и поэтому рост коснулся в большей степени премиальный сегмент. Что касается цифровых, да, мы вспоминаем о том, что характерная динамика этого года – это рост мобильных телефонов в премиальном ценовом сегменте. На 70% выросли продажи этих телефонов, ну и в целом рынок не потерпел падения. Это обусловлено и отложенным спросом, и новым типом потребления контента и так далее. При этом откуда деньги, хочется спросить. Ну, в прошлом году, год назад, правительство выделило значительный бюджет на поддержку семей с детьми, школьниками. В этом году будет сделано то же самое, до 17 августа они должны отчитаться. Наши люди, они, в общем, знают, что с этим делать. Парадоксальным образом, мы наблюдали некоторую корреляцию между этими выплатами в июне прошлого года и ростом этого же ценового сегмента до 10 тысяч рублей в сегменте смартфонов. Ну, соответственно, мы понимаем, что когда это будет происходить в этом году, вероятно, часть бюджета пойдет, семейного бюджета пойдет и на такую историю. Конечно, растут и детские товары в этом контексте также. Еще одно направление, это вот то, о чем я говорила, гедонисты, которые хотят получать больше позитива и как-то абстрагироваться от текущей картины. Здесь мы видим, что в лакшери-сегменте из-за закрытия границ потребитель переключился в большей степени на локальный лакшери-ритейл. Например, ЦУМ показал более 70% значимый рост чистой прибыли. И мы можем судить также о том, что тренд действительно существует вопреки своей парадоксальности, тем, что 5 из 9 лакшери-брендов, ну, люксовых брендов, это Prada, Christian Dior, показали рост в 2020 году. Соответственно, это такой способ немножечко отвлечься для, понятно, не массового потребителя, но, тем не менее, его премиального сегмента. Те, кто получают удовольствие от более простых вещей, мы наблюдаем, что за 2020 год, во-первых, естественно, это, безусловно, следствие самоизоляции, выросло потребление более сложных, приготовление более сложных блюд, готовки дома, заказа. И здесь мы видим, что спрос, интерес к премиальным продуктам, таким, как стейки и даже черная икра, также выросли. Поэтому, собственно, мы можем называть определенные линейки продуктовых категорий бенефициарами этого направления. Что нужно делать, собственно, какие наши рекомендации, чтобы суммировать всю эту историю? Во-первых, нужно понять, действительно ли ваша категория является бенефициаром, найдется ли в ней возможности для потребителей или удовлетворить свои гидранистические потребности, или инвестировать, или, может быть, прокачаться с точки зрения цифровой оснащенности. Второе, это, конечно, персонализированная коммуникация, она должна быть сиюминутной, она должна быть очень актуальной, именно летней, поддерживать этот гидранистический инсайт. Мы понимаем, что он такой временный, он связан именно с временем года. И третье, что нужно, нужно быть оперативным, очень тактическим, нужно сейчас, здесь и сейчас объяснить потребителю или эмоциональный бенефит, или рациональное преимущество потратить тот сэкономленный бюджет, который у них есть, именно сегодня. Ну и хочется вот этот последний пункт развить, он принципиально важен, мы встречаемся с вами сегодня, в начале июня, и мы понимаем, что, в общем, это делать нужно. Если делать, то делать это прямо сейчас, потому что уже начиная с августа, август-сентябрь уже будет поздно. С чем это связано? Индекс свободных денег, который считает Рамир, и, собственно, это показывает и нормальный 2019 год, и прошлый ковидный 2020 год. Индекс свободных денег в августе-сентябре естественным образом падает. Это связано, в первую очередь, с back-to-school затратами, когда родители приземляются на землю, начинают думать более рационально. Ну и, безусловно, мы понимаем, что есть большой тренд на вакцинацию глобальную, и да, сейчас постепенно открываются границы, поэтому если потребитель, предположим, не успел потратить летом те свободные деньги, которые у него были в наличии, он, возможно, будет планировать свой отпуск на сентябрь-октябрь, если это будет легитимно. Поэтому давайте не давать ему такой возможности, мы позволим ему насладиться летом, и хочу отметить, что, безусловно, ну, как если для потребителя лет – это период гедонизма, возможно, что для наших клиентов, для агентств это время такой напряженной, плодотворной работы, когда мы можем этот дополнительный источник бизнеса развить и получить от этого удовольствие. Спасибо. Коллеги, я передаю слово. Спасибо большое, Лена. Дальше у нас речь пойдет в первую очередь об инструментах, о практических решениях эффективной коммуникации с потребителем. И следующий наш докладчик Наталья Репетто «Сегментация аудитории в диджитал-компаниях и персонализация сообщения». Небольшой спойлер. Ну, я думаю, что вся аудитория, которая присутствует здесь, которая слушает нас онлайн, принимает это уже как аксиому, что да, кастомизированные сообщения работают лучше для привлечения нашего потребителя. Но не знаю, насколько часто вы видели действительно доказательства тому, что это действительно так и работает. И вообще в каком случае кастомизация, сегментация и все вот это вот, чем мы с вами очень любим заниматься, действительно оправдана. Мы с нашим клиентом «Мегафон» прошли достаточно большой путь в сегментации, кастомизации. Наш клиент здесь тоже присутствует. Начинали мы с выделения достаточно широких сегментов и под них, собственно, наш креативный партнер готовил кастомизированные креативные материалы, но потом перешли уже к более дробной сегментации, выделяли действительно небольшие сегменты, ну, относительно, например, возрастных сегментов, да, и тоже таргетировали на них кастомизированную коммуникацию на вот эти вот сегменты. Причем интересно, что мы делали это там не в контекстных объявлениях или каких-то медийно-контекстных баннерах или в статичном формате. Здесь речь будет идти именно о самом таком мощном и самом бюджетноемком инструменте, как видеореклама, что, согласитесь, действительно нечасто бывает, собственно. Ну, откуда мы вообще знаем, что работает, что нет? Нет, безусловно, каждую компанию мы оценивали по полной воронке, да, так как мы работаем больше наверху воронки, на брендинге, то есть я хочу сказать сразу, что это не перформанс-компании были, то, конечно же, больше всего мы обращали внимание на такие показатели, как стоимость за просмотр, на реакцию людей на наши сообщения, кликабельность, ну, и на переходы действия, конечно, мы тоже не могли не обратить внимания. Таких компаний было целых 20, и мы действительно поняли, как, собственно, нам нужно работать дальше. Ну, начну с первого этапа, да, когда мы выделяли действительно широкие сегменты, я буду говорить про сегменты по возрастам, но были и другие. Собственно, как вы видите здесь, не буду здесь останавливаться на цифрах, этот подход не очень-то сработал, да, платить пришлось больше за просмотр, но люди как-то лучше реагировать не стали. Ну, здесь вы будете видеть сегодня такие слайды, здесь индекс стоимости, это ни в коем случае не стоимость, мы не можем разглашать стоимость, да, но, тем не менее, здесь вот видно, что в индексах, к сожалению, нам это было дорого, и кликать-то никто больше и не стал. Собственно, что мы сделали, да, давайте конкретнее, да, а что вот мы такого сделали, как мы там кастомизировали на возрастные сегменты. Собственно говоря, здесь вот мы будем сегодня смотреть достаточно много роликов, это ролик на миллениалах, мы знаем, что они такие шоу-офф, они любят шоппинг, да, и вот давайте посмотрим первый ролик, чтобы посмотреть, как была сделана кастомизация. В моем приложении все, что люблю я, мне предлагают персонально к покупке каждый супер-бонус и скидки от Мегафона всегда получу я. Я за покупки без переплат, поэтому у меня приложение Мегафон. Что важно здесь упомянуть, что вся эта кастомизация была сделана на основе, скажем так, мастер-ролика, который шел в телике, и были сделаны какие-то определенные изменения. Но, например, на Generation Z кастомизация была сделана с помощью звукового ряда. Давайте посмотрим ролик номер два. Купи Xiaomi Redmi Note 8 Pro и получи второй смартфон в подарок. Мегафон начинается с тебя. Собственно, какой вывод мы можем сделать, да, что попытки кастомизации общего мастер-ролика, который был изначально снять на широкую аудиторию, чтобы привлекать как можно больше потенциальных потребителей. И какая-то вот такая косметическая кастомизация с помощью элементов, звукового ряда, к сожалению, она не работает. Потому что, конечно же, если мы хотим привлечься к поколению Z, как говорил Саша, нам нужно очень глубоко работать с этой аудиторией, используя ее инсайты, а не что-то другое. Поэтому от этого подхода мы отказались. Безусловно, мы прекрасно отдаем себе отчет, что и с миллениалами, и с Z нужно работать очень кастомно. Но, тем не менее, косметические изменения мы от этого отказались. Собственно, к чему мы перешли? Мы перешли к персонализации и выделению именно таких поведенческих сегментов. Здесь вы видите достаточно много поведенческих сегментов, с каждым из которых мы работали, и с многими ни в одной компании. Это действительно показало эффект. То есть мы смогли купить просмотры дешевле. CTR был почти в два раза выше, чем на широкую аудиторию. То есть мы действительно получили намного больше кликов. Но, однако, с посткликом ситуация, как вы видите, здесь не такая радужная. Но нас это, в принципе, не огорчает, потому что мы работаем, как я уже сказала, наверху воронки. Ну, это просто подтверждение. Не будет долго останавливаться на этих слайдах, что действительно купить нам удалось дешевле просмотры. А клики, вот здесь, если сравните широкую аудиторию и вот эти кастомные сегменты, иногда не в два, а иногда вот в пять. Раз. Есть такой здесь сегмент. Выше, чем на широкую аудиторию. И по результатам, действительно, этих роликов очень много. И мы сейчас посмотреть все с вами никак не сможем. Но что мы поняли? Что работает кастомизация, когда она заявляется с первой секунды. То есть с первой секунды мы должны показать нашему потребителю, что мы понимаем его интересы. И это для тебя, на самом деле. Ты любишь сериалы. Давайте посмотрим первый ролик. И Мегафон, это для тебя. Ты ненормальный. Ты так долго ждала новую серию, что не готова терпеть до дома. Для тех, кого нормально не устраивает, есть ненормально быстрый интернет. Подключайся. Мегафон. Начинается с тебя. Ну и давайте посмотрим еще один ролик. Не будем, наверное, смотреть их все. Вы видите, что здесь вот на ролике на автолюбителя там в первом кадре есть машина. И вот, например, давайте посмотрим ролик номер, получается, пять. Когда есть в смартфоне быстрый мегафон. Навигатор работает даже в лучшем. Выход быстрый, я обратно к дороге найду. Когда есть в смартфоне быстрый мегафон. То есть любой человек, который любит туризм, который любит природу, с первого кадра понимает, что да, мегафон это для тебя. И этот тариф, и качество мегафона это для тебя. Но какой главный вопрос, который мы задали себе? Собственно, когда же это оправдано? Да, потому что все это стоит денег. Этот продакшн, он стоит денег. И что мы выяснили? Что на самом деле бюджет на производство, на кастомизацию должен быть в четыре раза ниже, чем бюджет на медиа. То есть мы должны охватить нашим кастомным сообщением достаточное количество человек, чтобы получить вот эту вот выгоду, ну, например, в кликах или в переходах на сайт, которая бы была оправдана. И вот это вот мы считаем очень важным леунингом, то есть кастомизация оправдана действительно не всегда, как это ни странно. Ну, и подводя уже итоги, если мы хотим кастомизировать какой-то общий ролик, который был задуман креативным агентством, как ролик, привлекающий максимально широкую аудиторию, и мы хотим включить туда какие-то косметические элементы изменения, например, рассчитанные на привлечение поколения Z, к сожалению, так работать не будет. Мы так больше делать не будем. Кастомизация же на поведенческие сегменты, когда мы знаем, что человек любит природу, или человек любит музыку, или человек любит кино, она работает, и работает очень хорошо. Особенно, если мы заявляем об этом с первой секунды ролика, и всячески это подчеркиваем, например, крупным шрифтом. Но важно, чтобы здесь креатив был в полном синхроне с медиа-агентством, которое точно знает, а сможем ли мы потратить в принципе в четыре раза больше денег, чтобы кост на продакшн был оправданным. Собственно, на этом мы поделились с вами нашими инсайтами. Думаю, что они были очень полезны, потому что, когда вот каждый день с каждого утюга слышишь, что да, сегментация, кастомизация – это то, что двигает наш рынок вперед, знать немножко больше о том, когда это нужно и это оправдано, думаю, не повредит никому в этом зале. Спасибо большое, Наташа. И наш следующий докладчик Елена Вымаркова о глубоком погружении в данные открытых источников, которые зачастую могут выступать успешной альтернативой источникам коммерческим. Спасибо, Жень. Здравствуйте, коллеги. На самом деле, мысль этого доклада витала в воздухе давно, но как-то перейти в такую практическую плоскость не всегда представлялась важным. Дело в том, что нас окружает огромное количество инструментов. Когда к нам приходит тендер или какое-то задание от клиента, просто задача даже, мы начинаем сидеть и судорожно думать, господи, господи, боже мой, где мы сейчас возьмем все это, давайте перекопаем все. А полтора-два года назад нас захватила лихорадка данных, мы еще хотим еще что-то покупать. Понимая прекрасно, что все эти источники данных постоянно, ну, стоят нам каких-то денег, да, то есть в годовом плане или в эквиваленте за какие-то выгрузки определенные под какие-то проекты, мы понимаем, что в целом на текущий момент количество инструментов уже превышает количество людей, которые физически могли бы это обрабатывать. То есть мы все сидим и начинаем судорожно откуда-то что-то тянуть, пытаясь найти какие-то новые данные. В итоге получается, что на самом деле все эти данные всегда есть у нас под рукой, потому что нас окружает огромное количество бесплатных источников, где все это можно посмотреть бесплатно. И плюс ко всему, всеми этими данными можно эффективно пользоваться. Есть ужасные, я никогда в жизни не думала, что я произнесу эту фразу со сцены, но есть прекрасный, замечательный инструмент Яндекс.Вордстат. Я знаю, что все с ним знакомы, все к нему как-то обращались пару раз. Так вот, давайте посмотрим на реальных практических примерах, как Вордстат можно использовать для ответа вот на эти вопросы. Понятное дело, что для оценки позиций бренда мы заказываем БХТ и смотрим там какую-то статистику. С точки зрения динамики восприятия бренда у нас есть огромное количество исследований, вплоть до тональности бренда. Мы разговариваем с людьми, это различные области исследования. Опять же, оригинальные инсайты для бизнеса есть отдельные бизнес-подразделения, с которыми мы можем пойти и поговорить о как там, что продается. Так вот это все можно увидеть в Вордстате и бесплатно. Проблема в том, что когда мы видим вот это, нас это сразу пугает и мы совсем не хотим дальше лезть и сидеть ковыряться, тем более, что вот это первая страничка слова ипотека. Дальше еще штук 10 таких же. Но при усидчивости определенной и при наличии Excel можно все это легко и удачно разобрать. Те примеры, которые мы хотели бы с вами сегодня поделиться, это реальные примеры из презентаций, из задач клиента, из каких-то тендерных презентаций, то, где мы нашли какие-то определенные инсайты, которые повлияли на стратегический вектор данного задания, ну, то есть при выполнении данного задания. Фактически, первое, что мы можем увидеть, ну, вот на том самом примере с ипотекой, если мы чуть-чуть посидим и поковыряемся, мы можем увидеть, что примерно, да, 37% всех запросов приходится на бренды, да, то есть люди ищут Сбербанк или просто Сбер теперь, Тинькофф ипотека, Альфа-банк ипотека и так далее, но можем посмотреть, какое количество запросов приходится на какие банки. Если мы посмотрим на другой продукт, то мы уже увидим, что ассоциированность, например, в кредите под залог недвижимости не выстроена. Вот на текущий момент, на май 2021 года, там 18%. То есть люди реже запрашивают название банка в сцепке с конкретным продуктом КПЗН. Почему? Естественно, можно пойти, посмотреть вложенность, да, уже разобрать отдельные категории. И плюс ко всему, в рамках этого упражнения мы можем понимать с вами востребованность конкретных брендов в рамках тех или иных продуктов. Безоговорочным лидером в ипотеке, конечно, является Сбербанк, но так сложились обстоятельства, исторические подробности, и так как Сбербанк часто партнеры, плюс банк, которые присутствуют практически везде. Но вот в кредите наличными первая строчка, где появляется название банка, это Тинькофф, пятнадцатая, да, versus Сбербанк ипотека, вторая строка по частотности запрашиваемости. Опять же, можно сделать определенные выводы. К чему я все это дело веду? А к тому, что топ-офф-майнд в Яндексе, в Яндексе, в Вордстате фактически совпадает с БХТ. Если посмотреть, и шаги примерно те же. То есть условно, востребованность и ассоциированность у людей продукта с конкретным банком, это пример с ипотекой в частности, примерно совпадает, если мы смотрим объемы запросов или частотность появления запросов. Второй интересный момент, который мы обнаружили, это как раз история тендерная, разрабатываемая именно для конкретного задания. Мы можем оценить изменение восприятия бренда, и причем смотреть это все в динамике. Так как Вордстат, те, кто работал, знают, обновляется раз в месяц, то есть где-то примерно 10-15 числа следующего месяца, нам доступны данные за предыдущий месяц. То есть эти изменения мы можем просматривать довольно-таки оперативно. Что здесь важно? Ну вот есть два портала, банки.ру и сравни.ру. Такие агрегаторы финансового маркета, фактически, банки.ру называют себя финансовым супермаркетом. По спонтанному знанию, сравни.ру существенно ниже, чем банки.ру. С точки зрения объема брендовых запросов на начало 2021 года, ну мы видим, да, примерно похожая история, да, буквально там разница в, плохо считаю, в 35 тысяч запросов не считается. Однако же, если мы посмотрим на структуру брендовых запросов, то мы обратим внимание, что структуры диаметрально противоположные. Да, есть доля какая-то брендовых запросов, но огромное количество запросов, в 63 процента у банки.ру приходится на информационную часть. То есть это вот банки.ру, курсы валют, то есть банки.ру по-прежнему воспринимается как информационный портал. Люди ходят, смотрят какие-то, да, там, ну, если они не ходят на Яндекс, главное, да, они идут на банки.ру смотреть курс валют. Отношение доллара к евро и так далее. Есть определенная сформированная привычка. В противофазе у сравни.ру, ну, как фактически основная доля запросов, это запросы продуктовые и транзакционные. То есть запросы, четко ассоциирующиеся с конкретным продуктом, например, сравни.ру, ОСАГО. То есть люди конкретно запрашивают определенный продукт, потому что хотят попасть уже на определенную вещь. А транзакционные это купить онлайн и так далее, да, то есть люди уже адекватно в своей голове сформировали восприятие, что это портал, на котором они смогут приобрести какой-то конкретный продукт. И фактически получается, что банки.ру в этой ситуации менее консистентно, да, с точки зрения поисковой ассоциированности в рамках продуктов, и над этим можно и нужно работать. А сравни.ру, несмотря на то, что находится ниже по уровню знания, однако же аудитория ассоциирует этот сервис с конкретными продуктовыми категориями, и им интересно приходить, ну, вот как пример, да, соответственно, что мы анализировали по сравни.ру, это топ-15 запросов, которые составляют основную долю запрашиваемости. Третья интересная история, к которой очень часто мы ходим в бизнес-подразделения или в какие-то региональные подразделения, ну, вот если мы говорим про сторону клиента. Опять же, реальный пример из реальной жизни, кейс клиента альфа-страхования, для которого мы снимаем поисковую запрашиваемость каждый месяц, анализируем, смотрим региональную популярность в том числе. Есть вот отчет прекрасный, по которому вы можете посмотреть так называемые affinity по географии. Да, мы можем там посмотреть, если больше 100, то мы популярны, да, в этом регионе. Мы берем запрос альфа-страхования, анализируем, проверяем, смотрим. Ага, у нас тут 141, например, допустим, в Тверской области, значит, этот запрос по сравнению с другими запросами популярен. Замечательно, что с этим делать, не очень понятно. Но, если во всю эту картину мира добавить ключевых конкурентов и разбить это, например, вот здесь представлено по федеральным округам и городам федерального значения Москва и Санкт-Петербург, можно добавить еще огромное количество конкурентов других, можно разбить вплоть до региональности дальше. Оказывается, что территория Российской Федерации очень четко поделена между конкретными игроками страхового рынка. И вот с точки зрения доминирования, в частности, РЕСа, который очень активен в центральном федеральном округе, фактически на голову у всех выигрывает Москву, становится для нас основным конкурентом, например, если мы работаем в рамках центральной зоны. Естественно, всю эту историю можно переиначить таким образом, в зависимости от тех вопросов, которые требует от вас бизнес на данный момент. Однако же важно понимать, а на что смотреть? Чаще всего мы видим либо это ужасное полотно WordStat, в которое вообще не хочется тыкать, либо мы видим вот это. Вот с этим очень тяжело работать, тоже реальные примеры из ситуации Алифстрахования. потому что к нам пришел клиент и сказал «Ребята, есть Реса, мы по SimilarWeb видим, что на Реса сидят более 15 минут». Мы говорим «Боже мой, а что же?» Они говорят «Ну, вот мы хотим вам такой бенчмарк поставить, потому что у нас 5 минут, у всего рынка 5 минут, у Реса 15, давайте что-то с этим делать». Что делать вот с такими графиками? Фактически мы берем, начинаем выделять какие-то линии, которые нам важны. Второй момент, который возник, естественно, у клиента при взгляде на этот график, он говорит «А почему Сагас так вырос?» Они, посмотрите, все время были где-то внизу, повторяя условно, тренд рынка по динамике запрашиваемости и вдруг очень резко выросли в пандемию и после пандемии продолжает расти и этот прирост значительный. Хорошо. Оказалось, что если вот очень подробно разобрать то, что осталось сереньким, мы не будем проговаривать на слайде, но если очень подробно разобрать ситуацию с вложенностью запрашиваемости, у РЕСа, то внезапно несколько раз кокнул запрос офис. РЕСа офис. Мы обратили внимание на то, что это все идет волнами, определенными. И вот две волны мы можем выделить. Что мы сделали? Мы просто полезли в новости и в новостях мы обнаружили, что оказывается были отдельные волны по привлечению агентов, ну, собственно, агентов, которые будут продавать РЕСа. И вообще РЕСа считается самым крупным страховщиком в России с точки зрения агентской сети. Хорошо. Дальше мы залезли просто на морду сайта и оказалось, что вот эта вот кнопочка, да, добро пожаловать в РЕСа офис, является кнопкой для входа в портал агентов, которая находится, собственно, на морде сайта и на всех остальных страницах. И совмещая один факт с другим, да, то есть то, что РЕСа привлекало огромное количество агентов, обладает самой большой сетью, оказалось, что это агенты, которые сидят по 15 минут в этом кабинете просто потому, что люди забивают данные о тех, кого они застраховали, что буквально не может являться бенчмарком по бизнесу для привлечения клиента. Получается, что ответ на вопрос тоже дал Вордстат. И как бы еще один момент, да, с Агазом немножко другая история, тоже хотели подсветить, опять же, мы можем выделить группы запросов, да, которые существенно выросли. Это запросы общей жизни и здоровья, что абсолютно плотно коррелирует с динамикой медиаинвестиций и с той ситуацией в рекламном продвижении, с той точкой, которую занимал САГАС. У них была довольно-таки массивная федеральная рекламная компания с поддержкой сегмента телемедицины, жизнездоровья, да, в частности, и в рамках ТВ и Диджитал. Довольно-таки умелая медиазакупка, собственно, вы видите, ну, как бы на лицо, потому что наложено на медиазакупку, поэтому сразу видно, где начало расти и когда, что дало, да, очевидный всплеск. Телек, а потом докупленное ТВ. Поэтому фактически, например, да, рост эффектов у РЕСа и САГАЗа немножко разный в этой ситуации. Важно понимать, что каждый раз, да, когда мы занимаемся вот всеми этими изысканиями, исследованиями, находим что-то новое, интересное, и это может быть бесплатно, все это ничего не значит без людей, потому что люди создают данные и эти данные могут обрабатываться только людьми. Немножко патетичная цитата Олега Тинькова, но она довольно-таки в тему, потому что мы действительно все очень сильно гонимся за данными, пытаемся их покупать, а оказывается, они рядом, просто нужно немножко усидчивости и вот опять же нужны люди, у которых будет эта усидчивость и Excel. Спасибо большое. Спасибо большое, Лена. И наш завершающий доклад в этой секции Степан Мостряков расскажет об использовании данных о потребителе с точки зрения скорее не агентства или рекламодателя, а маркетплейса. Да, большое спасибо. Примерно про это и поговорим. При этом, когда мы говорим о данной e-commerce или данной маркетплейса сразу в голове, наверное, у агентского и вообще у рекламного рынка, это куда можно эти данные загрузить, в какие кабинеты, что будет происходить. Я же хочу дать чуть более развернутую картинку, как мы на это смотрим, что мы делаем в этом отношении и кажется, это довольно важно. Немножко цифр про Озон. Они меняются каждый квартал, поэтому это не какая-то догма. Картинка очень динамичная. Мы первый квартал к первому кварталу выросли более чем два раза по количеству заказов. Немножко проанонсирую, что мы измеряемся медиаскопом с точки зрения аудитории и вот по мартовским данным это почти 33% охват аудитории, которая заходит на Озон ежемесячно. это более 16 миллионов активных покупателей и это тоже очень важно, потому что эта цифра, мы видим, что и заказы растут, и эта цифра по активным покупателям тоже будет расти. И при этом это довольно большой ассортимент, наверное, мало где есть больше 19 миллионов товарных наименований, то есть бесконечная полка реально в действии. И, ну и конечно же, мы mobile first, здесь все понятно, это скорее просто для тех, кто может быть давно не видел эти цифры. Данные. Когда мы говорим про данные, то здесь, наверное, есть два момента. Первый это то, что чем больше площадка, чем быстрее она растет, ну marketplace или интернет-магазин, без разницы, то чем больше она растет, чем быстрее рост, тем больше данных о покупателях будет собираться в будущем. То есть это не статическая картинка. И мы знаем довольно много, естественно, про наших покупателей. по разным категориям, по частоте потребления и наша задача одна из многих это увеличивать частоту, чтобы мы видели все больше картинки, поэтому картинки потребления. Поэтому чем больше размер сегментов, тем это важнее и для бизнеса, и для тех, кто эти данные использует. При этом вторая история это про использование данных. Мы большие и при этом мы не хотим называть себя экосистемой. Мы про это говорим, это не то, чтобы ругательное слово для нас, но вот мы не хотим говорить, что мы экосистема, прям вот как иногда это откуда-то звучит. Поэтому мы не хотим закрываться и делать очередной прям замок, в который нельзя пробраться, но тем не менее мы дозируем эту информацию. Сегодня мы хотим рассказать о том, что мы в этом направлении делаем. Начали мы примерно год назад, проинтегрировавшись с компанией сегмента и в принципе сейчас, может быть, если кто не знает, если вам интересно данные озона, сегменты озона, то у нас сегменты есть полная интеграция и любой запуск на любых потребителей. Единственное ограничение, конечно же, мы не дадим разместиться на наших конкурентов, но это такая, это гигиена скорее для нас. Поэтому данные озона это не какая-то мифическая штука, все уже доступно и охват, потенциальный охват довольно большой получается и за счет того, что мы с ними глубоко проинтегрированы, там есть и кросс-девайсная склейка, то есть вы получаете действительно широкий охват, это что касается наших данных. Но также мы наверное охватываем почти все товарные группы, которые вообще возможны, если делить по видам бизнеса, мы наверное скорее можно минусовать, какими индустриями мы не занимаемся и какие индустрии не представлены на нашем маркетплейсе. Поэтому мы также уже не первый год активно развиваем доступ к нашей аудитории, чтобы наши партнеры могли охватывать их в рекламных сетях, это и Facebook, это и Google и также что-то можно делать в MyTarget. Единственный важный момент, что вот для таких коллабораций мы как раз делаем тоже важные условия, это должна быть посадочная страница на озоне. Почему мы это делаем? Мы искренне верим, что нужно выходить за такие экосистемные ограничения, поэтому если наши партнеры продвигают свои товары на озоне, мы готовы давать возможность сделать это вовне. При этом конечно же мы не ограничиваемся внешними сетями, у нас есть огромная рекламная платформа внутри озона, когда можно доставать покупателей прямо внутри маркетплейса, это самое горячее место спроса и внимания наших покупателей, но сегодня мы говорим про данные, поэтому это не тема сегодняшнего рассказа. Также мы в конце 2019 года, вот коллеги сегодня подтвердили, чтобы точно было, мы запустили первый кейс с Facebook Collaborative Ads, это как раз тот формат, который такой трехсторонний получается, мы предоставляем данные нашим партнерам, и они с помощью Collaborative Ads размещают это в Facebook, и получается такая тоже трехсторонняя история, и вот первый кейс как раз официально от Facebook был с Озоном и Unilever в этом году. И что еще важно, что еще важно, мы держим курс на открытость, поэтому вот эта новость была анонсирована на этой неделе, и, наверное, ее очень уместно озвучить и сейчас в контексте очень профильной аудитории, это то, что мы в ближайшем времени открываем доступ о покупках по любому внешнему трафику. Еще, наверное, полгода назад это была такая довольно жесткая история, что мы бы хотели, наши партнеры и в целом про Marketplace и про e-commerce довольно много было разговоров от рекламодателей, от компаний, которые продаются через интернет на площадках, что мы бы хотели ввести к вам много трафика, но вы нам не даете никакую информацию. Это довольно пока еще распространенная история на рынке. Вот мы эту историю хотим ломать и в ближайшее время мы запускаем как раз аналитику внешней рекламы. По большому счету единственное условие, которое нужно будет сделать, это правильно промаркировать трафик для того, чтобы мы могли правильно его показать. Это, на наш взгляд, прорывная вещь. Еще одна из важных новинок, которую мы пока что анонсировали, это то, что мы уже в течение этого года начнем давать нашим партнерам, это бренды, которые рекламируются, продают свои товары на зоне и мерчанты, то есть продавцы маркетплейса, мы будем давать данные по покупателям, кто на зоне эти товары покупает. Это будут разные разрезы от особых свойств аудитории до когорт. Мы сейчас еще пока формируем тот сет, который мы будем давать, но тем не менее это тоже наш фокус на открытость. Это очень важно и мы здесь хотим предоставлять ту информацию, которую с одной стороны мы готовы давать и мы надеемся, что эта информация будет становиться источником ансайтов для всех наших партнеров. И раз уж мы сегодня говорили и про Wordstat и про такие интересные нестандартные источники информации, мы запустили Ozone Open Data. Это как раз те датасеты, которыми мы делимся наружу про поведение наших покупателей, что не находят на зоне, что добавляют в избранное, структуру просмотров товаров в категориях, чего нет в наличии. И мы тоже будем расширять набор этих сетов для того, чтобы у наших партнеров было больше информации о происходящем. В целом, это такой краткий анонс того, что мы считаем важным с точки зрения данных и с точки зрения обмена этими данными с партнерами и куда мы держим курс. Спасибо. Спасибо большое, Степан. Это был завершающий доклад. Если у вас есть вопросы к нашим спикерам, они с радостью на них ответят. только хотел попросить по возможности вкратце представляться, да, может быть, обозначать компанию, откуда вы, с тем, чтобы мы понимали контекст вопроса и, собственно, подходили ближе к сути дела при ответе. Если вопросов пока нет, я, если позволить, на себя возьму роль попрошающего, поскольку есть интересные моменты, которые хотелось бы детальнее узнать. В частности, вопрос к Елене Быковской по летним трендам и потреблению летом. Это, да, характерная для нынешней ситуации такая вот довольно-таки нестандартный рост, ожидаемый рост потребления летом в определенном категории, но не наступит ли после этого, после такого вот отложенного, реализованного отложенного летнего спроса, не наступит ли некоторый откат в меньшую активность потребления осенью, то есть люди потратят больше на развлечения или на какие-то там долгожданные покупки летом, а потом осенью им придется экономить и как-то сокращать свое потребление. Не ожидаете ли вы такого? Ну, хороший вопрос, спасибо. Я думаю, что здесь не имеет смысла говорить о каком-то драматическом падении потребительской активности, то есть словно там на доширак все не перейдут резко с наступлением первого сентября. Здесь речь скорее о балансе импульсных импульсных инвестиционных трат и каких-то более рационально рутинных. Ну, то есть мы понимаем, что да, все равно осень она несколько приземлит потребителя, он войдет в свою обычную рабочую рутину, но мы понимаем, что этот двадцатый год, и в общем уже половина двадцать первого года, научила еще нашего смарт от безысходности смарт потребителя еще более умному потреблению, и ну вот сейчас собственно приходят отчеты аналитические о том, что в ближайшее время еще больше будут расти такие сегменты, такие паттерны экономии, как рационализаторство, это когда ну просто потребитель выбирает товар или услугу ниже уровнем и ниже ценовым сегментом, или вот пресловутые черепикеры, которые в поисках спецакций, промо-акций, они соответственно просто довели свое искусство до максимума, соответственно, я думаю, что здесь речь идет скорее о балансе и о соотношении импульсных трат versus нормальных обычных рациональных, в котором потребитель поднаторел и собственно научился тратить верно, просто это будет на другом уровне рациональности. Мы можем отметить то, что потребитель перешел на какой-то может быть более высокий качественный уровень рациональности планирования своих трат, скажем. Да, с ним становится все сложнее иметь дело, но собственно поэтому мы здесь собрались, изучаем его инсайты, его возможность для кастомизированного сообщения, для того, чтобы как он не старался избежать соблазна потребления, мы могли бы предложить ему релевантное, собственно, что мы и хотим сделать этим летом, мы хотим дать ему возможность выдохнуть, дать подкрепление этим гидонистическим порывом как бы вопреки всему и в общем цель-то достаточно благородная. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Евгения Агеева, Head of HR Brand в Лиге Ставок, это букмекерская компания. Как вы считаете, может быть, есть какие-то кейсы, когда HR Brand и продукт используют данные вместе или даже делают какую-то общую компанию, если мы говорим о том, что мы не идем в соцдемо, говорим о каких-то потребностях клиента, то может быть ли точка соприкосновения в коммуникациях между HR-брендом и самим продуктом. Ну, то есть условно я сейчас фантазирую, но, например, мы отправляемся в школу, очевидно, что траты увеличиваются на какие-то расходы и, возможно, у родителей есть потребность, например, поменять работу на какую-то высоко более оплачиваемую. Вот есть какая-то здесь, может быть, точка, какой-то кейс или вы скажете, что это полная ерунда и так не работает. Нет, это, конечно, не полная ерунда. Я прям сразу скажу, что никакие кейсы по HR-у нам не приходят в голову. Мне кажется, вы сейчас сами просто подали отличную идею для компании. На самом деле, да, персонализация, которая бы была там, отвечала бы и за HR-бренд, и за бренд, обычные HR-просто компании, которые посвящены HR-бренду, они, конечно, имеют совершенно другие бюджеты, не такие, как консюмерские компании. Поэтому, да, в связи от того, что я сказала, что кастомизация требует огромных медиа денег для того, чтобы она была оправдана, здесь, конечно, это сложно. Здесь нужно именно искать точки соприкосновения HR-бренда и бренда как такового, чтобы это было value как для HR-бренда, так и бренда самого. Тогда такая компания, идея, которую вы предложили уже, будет, по-моему, просто очень успешной. Если просто... Ну, просто сейчас все больше маркетологов переходят в HR-маркетинг и, мне кажется, HR как бы там директорам по персоналу им очень выгодно хантить маркетологов, потому что мы-то все тренди, мы как бы все вот это знаем, да, там умеем таргетировать и все прочее. Вот. И когда ты приходишь в HR, то тебе говорят, слушай, у нас тут серьезный маркетинг, а вы как бы идите отсюда со своими копеечными бюджетами. Вот. Поэтому для нас это хорошая возможность присоседиться к маркетологам, а с другой стороны, ну, есть как бы и масс-персонал, да, достаточно много людей мы нанимаем, там, проблема с наймом в IT у всех, мы хантим этих айтишников. Поэтому вот было бы прикольно посмотреть в следующий раз, может быть, в следующем году над индекс-конференц такой кейс совместный. Да, это было бы очень здорово, потому что, ну, для вас это огромная возможность, безусловно, потому что вам нужен масштаб, а масштаб может обеспечить только, конечно, потребительский маркетинг. Спасибо. Коллеги, давайте на самом деле немножко подразбавим, а может быть, кто-то поделится опытом, который у вас был по работе с поколением Z, по получению выгоды из лета ковидного, как бы это жестко не звучало, по персонализации, по работе с e-комом и по эффективному использованию данных из открытых источников и каких-то интересных инсайтов. Заодно и себя покажете и в дискуссию вступим. Нет? Коллеги, если нет вопросов, я хотел бы еще один момент уточнить у Степана по его презентации. Скажите, пожалуйста, вы рассказали во многом о предложении со стороны Озона брендам, да, с точки зрения знания потребителей, а каков спрос со стороны брендов и на какие моменты они обращают первоочередное внимание, то есть растет ли условно техническая продвинутость рекламодателей с точки зрения запроса на данные, да, что их в первую очередь интересует, как-то, вот есть тут какие-то изменения, интересная динамика, может быть, какие-то категории проявляют больше интереса. Да, спасибо за вопрос. Что здесь можно сказать? Конечно же, мы делаем наши продуктовые предложения и вообще наши проекты, основываясь на запросах и на обратной связи от наших партнеров. И, как я сказал в начале, сейчас довольно, ну, последний год он в целом очень, очень нехарактерный относительно того, всего того, что было раньше, мне кажется, это такой, как капитан очевидно сейчас говорю, вот, при этом маркетплейсы, вот, маркетплейсы, как некая сущность, она до сих пор овеяна для многих даже тех партнеров, кто уже продаются на маркетплейсах, некой такой туманностью, как, типа, да, там есть продажи, но это вот какие-то замки, про которые ничего не известно. Поэтому, сейчас мы и своей задачей ставим образование рынка, диалоги с партнерами, чтобы рассказывать больше, как оно, ну, не то, чтобы на самом деле происходит, но то, как мы видим, текущую ситуацию, и что мы можем делать. И мы, наверное, прямо в самом, в самом разгаре сейчас процесс, и мы останавливаться точно не будем. Очень много интереса проявляют, конечно, FMCG-компании, потому что, ну, это последний год стал просто переломным с точки зрения потребления FMCG, ну, вообще, всех категорий, кроме кормов для животных, которые были там уже гораздо раньше. интереса очень много, интереса очень много, очень много энтузиазма, и наша, в том числе, задача как раз, как большой площадки, как большого маркетплейса, правильно быть хорошим проводником в новую реальность. Вот, поэтому информации очень много, кто какой хочет узнать. Собственно, вот даже то, что мы, про что сегодня рассказали, это аналитика внешнего трафика, это, ну, на мой взгляд, прям, very big deal, потому что, я помню, даже еще три месяца назад, вот, была еще одна конференция рекламная, и там одно хорошее агентство с очень большим FMCG-клиентом плакались, что, значит, наша задача ввести трафик на E-ком, но мы не знаем, что там происходит. Это такая была презентация, посвященная огромной боли, и при этом, конечно, когда у тебя нет информации, ты начинаешь придумывать какие-то крутые другие инструменты, которые по косвенным критериям показывают эффективность. Вот мы хотим просто сейчас менять игру, и мы надеемся, что в этом, по крайней мере, отношении, мы надеемся, что наши коллеги по цеху тоже пойдут в этом направлении. Да, я думаю, не все сходу, наверное, готовы, потому что все равно, как, наши данные, наши данные, мы, но, кажется, это единственный путь, вот такая здоровая открытость, чтобы развивать рынок, и чтобы, вот опять же, брендам и рекламным агентствам, которые очень много помогают брендам, было не так страшно просто тратить куда-то деньги, не понимая отдачи. Вот, поэтому запрос на открытость и на образование мы видим очень большой, и это наша, ну, не побоюсь от слова, миссия, выстраивайте правильный маркетинг, как Озона, как большой рекламной платформы, потому что в этом, ну, и моя личная амбиция, и, собственно, амбиция всей компании, это стать очень большим игроком на рекламном рынке, но, тем не менее, помимо этого, ну, нельзя стать большим, если ты просто что-то, что-то забираешь, но ничего даешь, ничего не даешь взамен, поэтому здесь это такой комплексный процесс, и мы в это очень активно будем идти. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Евгения, я пиар-директор фонда лоб-брокера «Экзанты», и вот хотел бы спросить по поводу IPO «Озона». Да, это такая занятная штука. У меня даже пиарщик в зале, поэтому я буду очень осторожно отвечать. Да, хорошо, учтем. Когда компания выходит на IPO, как-то меняется коммуникация этой компании, как-то меняется ее внутренняя жизнь вообще, что происходит с компанией, в том числе и в маркетинге, когда она выходит на IPO? У вас свежий пример, может, поделитесь, или вообще ничего не меняется? Ну, наверное, это не имеет прям прямого отношения к нашей теме, но если есть такой вопрос, я могу ответить. Действительно, ну, я до этого работал в Яндексе, поэтому Яндекс – это тоже публичная компания, поэтому вот эта вот публичная компания меня не оставляет, и, ну, основное – это с точки зрения коммуникации вовне, потому что публичная компания раскрывает только ту информацию, которую считает нужным, и это сильно отличает от непубличных компаний, где, в принципе, за слово могут не так сильно наказывать, мы не можем делиться какими-то чувствительными информациями, которые выходят за фарватер того, что мы делаем, и вот то, что мы коммуницируем. Ну, это такая базовая история. Я думаю, что все публичные компании, особенно те, которые еще на американском рынке торгуются, хотя не суть важна, это все равно вот все, что мы говорим, оно может влиять на то, что происходит где бы то ни было с нашей компанией, поэтому здесь мы дозируем информацию, ну, наверное, это такое базовое, я никого не удивил здесь. Ну, а перед IPO, например, вы как-то усиливали там рекламу, например, давайте больше рекламироваться, чтобы больше нравиться инвесторам там и прочее. Было такое что-то? Наша задача нравится нашим покупателям в первую очередь и дальше уже то, что делают наши покупатели, оно, ну, вот то, что я сегодня показывал про рост заказов больше, чем два раза год в году, это, вот это наш самый большой приоритет. И если вот такие вещи происходят, то это нравится всем, наверное, включая инвесторов тоже. Спасибо. Спасибо. Можно еще дополним? Смотрите, из нашего опыта неприменительно к Азон, а вообще, как только компания планирует выход на IPO, у нее сразу же резко вырастают рекламные бюджеты, и на самом деле, чем больше доля в структуре населения частных инвесторов, тем это сильнее влияет на капитализацию. А у нас последние три, наверное, года очень бурный рост частных инвесторов, а на них работают классические инструменты знания. Поэтому связь между увеличением рекламной активностью и IPO, она там абсолютно прямая. А еще, ну, много кто говорит, когда там Маск что-нибудь отморозил, акции упали и так далее. Это второе следствие, которое связано с активностью в социальных сетях и то, про что мы говорили, там, и я в частности, про то, что больше всего постит массово молодежь. И их мнение, которое не профессионально, но может создавать общий фон, тоже влияет. Поэтому со стороны компании мы видим запросы на увеличение маркетинговых бюджетов и на более точечных задач, которые связаны не непосредственно с бизнесом, а с созданием информационного фона и влияние на капитализацию опосредованно. Вот. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Если нет, тогда буквально несколько слов в завершении. Безусловно, построение эффективной коммуникации процесс, как мы понимаем, неисчерпаемый, фактически бесконечный и максимально многогранный. И у нас, конечно же, мы не могли перед собой ставить такую амбициозную задачу в рамках нашей краткой секции закрыть даже ключевые вопросы, связанные с вот этим вот процессом эффективной коммуникации. Но мы надеемся, что наши спикеры подсветили важные, ключевые, актуальные моменты, связанные с этим, предоставили вам новую информацию и информацию, которую вы можете использовать практически в нашей работе общей, поскольку, как мы все понимаем, знания без практики это в нашей индустрии ничто. Давайте поблагодарим наших спикеров. Спасибо вам большое за внимание. На этом мы нашу секцию заканчиваем. Субтитры сделал DimaTorzok